Девушки отдыхают Вот такие объявления об изменении тарифа за проезд можно увидеть в общественном транспорте и на остановках. Люди всматривают, сочетают, но до конца, кажется, так и не понимают, упадет ли в конце концов билет в цене или наоборот вырастет. Я где-то видела в одном из автобусов, но не поняла сути. Только сейчас в маршрутке обратила внимание, что цена там посмотрела на цену, а с какого числа не посмотрела. Ну и как это будет? В автоколонии объясняют, на всех муниципальных маршрутах района с 1 декабря единый тариф. За наличный расчет 46 рублей за поездку, по карте «Стрелка» 31 рубль 65 копеек. Низкая цена за проезд вследствие перемены статуса района. Теперь мы единый городской округ. То есть для проезда в автобусах, вне зависимости от расстояния поездки, будет использоваться городской тариф. За исключением межмуниципальных маршрутов. Это в Клинском районе у нас их 5, 24, 37, 43, 46 и 55. Там проезд останется, как и в настоящее время, в зависимости от расстояния поездки. Впрочем, для жителей города тоже все остается по-прежнему. Разницу почувствуют только пассажиры сельских поселений и Высоковска. Высоковчанка Виолетта Иванова каждый день ездит на работу в Клин. Расплачивается картой «Стрелка». В среднем на проезд тратят 43 рубля. За счет нового единого тарифа девушка будет экономить 12 рублей с каждой поездки. Здорово, что мы привыкли, что с каждым годом тариф повышается. И это не очень радует. А в этот раз такая хорошая новость. Но теперь мы будем экономить и можно потратить деньги на что-то другое. Еще более ощутимой будет экономия за проезд жителей отдаленных деревень и поселков. Например, билет до Нудали или Захарова подешевеет на целых 45 рублей. Евгения Цветкова, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.